Поясним, что такое ЕГЭ. Вдруг кто-нибудь до сих пор этого еще не знает. Это единый госэкзамен для выпускников школ, лицей и гимназий. Впервые такое тестирование было проведено в 2001 году в республиках Чувашии, Мариэл, Якутии, а также Самарской и Ростовской областях. Тогда это был эксперимент, но сейчас уже обязательный экзамен для всех регионов нашей страны. Кто и как придумывает задания для госэкзамена по всей стране и будут ли они сложнее с каждым годом, вот об этом мы поговорим с нашей гостьей. Заместителем председателя предметной комиссии по русскому языку по Краснодарскому краю Еленой Николаевской. Елена Львовна, здравствуйте. Здравствуйте, Елена Львовна. Наш первый гость, который сдала в прошлом году русский язык на 100 баллов, и вот мы смотрели опрос, который провели на улице Краснодара. Многие говорят, что русский самый сложный. Удивительно. Вы не согласны, что самый сложный? Вы знаете, может быть, он и самый сложный, но подготовиться к нему можно. Потому что настолько продуманы критерии, что вот если поначалу мы все, учителя, очень волновались, переживали, когда входила эта форма, то вот прошло много лет, сколько вот мы в комиссии работаем, мы все больше видим совершенство и продуманность. Особенно вот в той части, где сочинение. Более того, когда были введены федеральные стандарты, вдруг оказалось, я шучу, конечно, понятно, что было продумано, что именно наш экзамен, он во всей полноте отвечает современной требования. И еще, может, и школьники меняются. Они сейчас начинают проходить тестирование с первого класса, и уже, конечно, к одиннадцатому, им эта форма понятна. Если бы, конечно, вот нас, Наталья, сейчас отправили тестировать. Не верить, да, мы вряд ли бы, наверное, прошли это. А я вот для вас, кстати, приготовила. Да вы что? Алексей, пока будет проходить тестирование, я с вами вопрос. Я боюсь опозориться на всю аудиторию Краснодарского края. Елена Львовна, ну как все-таки формируются эти задания? Кто эти люди, кто сочиняет такие сложные испытания, каверзные? Извините, перебила. Для этого существует специальная комиссия, которая работает в Москве. Руководит ею сейчас Цибулька, и этот человек, этот представитель вообще обладает большим авторитетом. Ирина Петровна у нас ключевой автор многих пособий, поэтому вот если спросят ребята о нас и их родители, то вот ее пособия в первую очередь нужно использовать, потому что они тоже во всей полноте соответствуют тому, что нужно. А до нее этим занималась Светлана Ивановна Львова, тоже очень известное имя. И вот мы члены любят учебники этого автора, они настолько живые, в них столько материала заложено, причем вот для чего я это упоминаю сейчас, рассредоточенно можно подготовиться. То есть начиная с пятого класса, потихоньку, не спеша, и к экзамену за девятый класс можно, и к ЕГЭ с большим успехом. То есть если посещать школу, не пропускать уроки, то спокойно можно сдать ЕГЭ. Абсолютно. Вот у нас выпускница перед вами была в гостях, она сказала, что ей репетитор нужен был. Да, хотя она училась прекрасно ведь. Да, знаете, с репетитором сложно. Вот до конца я не хочу быть жесткой, не хочу напоминать о том, что репетитор может преследовать коммерческую. Ну, понятно, логично, конечно, да. Да, и нагнетать специально, и родителей ставить в такую ситуацию. Но, извините, я очень верю учителю нашему, потому что комиссия у нас великолепная. Во-первых, председатель Исаева Лидий Сеевна, доктор филологических наук, профессор, завкафедрой современного русского языка Кубанского университета. Большая группа комиссии вузовская, что немаловажно, потому что результат ясен. А уж какие учителя, то просто о каждом можно было бы говорить очень долго. Поэтому по поводу репетитора очень осторожно. Если верить учителю и полностью исполнять все, что нужно, мне кажется, что может быть даже и лучше обойтись без этого. Но вот вы сказали, что взрослые, уважаемые люди составляют испытания для детей, а сами они проходят эти тесты прежде, чем... Обязательно. Вот я перед вами сижу. Вот, Лидия Алексеевна, о которой я упомянула, мы вчера об этом с ней говорили. Мы очень жесткое тестирование прошли на ФИПИ. Сколько палов набрали? Ну, говорят, что нам там какие-то десятые только до максимума не хватило. А так в целом вот так же жестко, как положено. Елена Львовна, а скажите еще, всегда ли вас и ваших коллег устраивают те задания, которые дают школьникам на ЕГЭ? Которые нам предлагают, да? Да. Вы знаете, вот слово «устраивает» нужно уточнить, правда? Тут вот в чем может быть, что они могут быть в чем-то, как нам иногда кажется, на первый взгляд, неравноценны. Потому что художественный текст, согласимся, правда, разных авторов, он может быть очень-очень-очень разный. Или, может быть, с четко выраженной позицией, особенно публицистика, где явно видна проблема текста. А есть вот такие размытые, с фоновым материалом. Приведу пример. Вот есть авторы, у которых на фоне природы, вот обманчиво сразу, правда же, казалось бы, вот проблема, внутри спрятана другая. Вот Астафьев, например, такой автор. Вот он может писать-писать о природе, вспомним, правда? А потом вдруг такая фраза почти в конце, что вот так и те ребята, которые со мной воевали, не испытали всей радости жизни, как вот этот росточек, который перед нами. И получается, что если внимательно читаешь текст, то проблема раскрывается где-то в конце или в средине. Елена Львовна, если бы вам предложили стать автором тестов для детей, как бы вы составили экзамен? Вы имеете в виду так же, как сейчас или иначе? Конечно, да. Что бы вы включили, а что исключили? Я даже как крамольное скажу. У нас до, вот за прошлого года настолько идеальная была демоверсия, мы просто были восхищены, вот потому что вот жизнь просто по пунктам подтвердила правильность. Простые, коротенькие тесты, вставить пропущенные буквы и знаки, правда? Базовый уровень, элементарный. Вторая часть лингвистическая, где выучи правила, и только потом ты выполнишь все и сделаешь. И сочинение развернутое. Когда говорят о простоте, или о том, что можно натаскать, или что-то такое обманчиво, вот ненужное делать, всегда хочется посадить этого человека и дать ему незнакомый текст из ЕГЭ. И посмотреть, что будет, правда? Поэтому вот, конечно, мне кажется, что была хорошая демоверсия. Сейчас она немножко такая, вот я скажу такое слово, может быть, осторожная, хотя понятно почему, переходная. То есть, видимо, будут какие-то еще изменения. Вот много говорят о том, что может быть устная часть, мы побаиваемся. А не слишком ли много изменений? Мне кажется, хочется, чтобы уже устоялось, уже что-то мы поняли. Просто сняли с языка, как говоришь. Иногда получается, что, ну, как-то мы немножко торопимся, правда? От чего-то отказываться, от чего-то вот такого хорошего, уже удавшегося. У нас же результаты очень хорошие. Вот, кстати, насчет результатов. Есть какая-то тенденция с годом год, что мы все лучше и лучше, 100 баллов все больше и больше? Да, вы знаете, от нашей кафедры долгие годы, почему я обязательно должна это сказать, занималась, этой проблемой, эту должность занимала Рейса Михайловна Гриценко. Ну, учителям вообще не нужно представлять, но и широкая общественность знает ее великолепно. Это и историк языка, и специалист по региональному компоненту нашему, вот, кубанскому гловору. Ну, то есть, изумительная человеку личность и большая ее огромная заслуга, вот, мне кажется, что она изначально выстроила систему. Когда учитель сам пишет работу, сам все сдает, мы все обсуждаем, вот, в комиссии по русскому языку. И поэтому результат, вот, когда она ушла с этой должности, было 8 двоек из 20 тысяч. В прошлом году их было 7. Поэтому это и не резкие какие-то скачки, вот, внезапно, вдруг, неожиданно, а это вот такая продуманная, серьезная система. 8 двоек на весь край? Да, я тоже боюсь говорить. Нет, лучше говорить в голос. Да, это правда. Это же капля в море. Как вы считаете, не слишком жесткое правило за шпаргалку или за какое-то нарушение другое, не давать возможности ребенку сдать этот экзамен? Ваше мнение? Мне кажется, что это правильно. Вы знаете, это современное требование. Вот если мы почитаем из литературы, публицистики, вообще пообщаемся с людьми из других стран, да, регионов, то там даже проблема шпаргалки не поднимается. Она оскорбительна в сущности своей. То есть человеку не дают стать профессионалом. Даже на первых шагах, когда он только начинает себя испытывать, ему уже вот какие-то такие вещи предлагают, или он сам на них идет. Не хотелось бы. Правда? Лучше уж. Ну, не знаю, я пользовалась как-то, помнишь, шпаргалками. Вроде нормальным человеком выросла. Я вот никогда хоть вроде бы готовлюсь, не получается, к сожалению. А что вы вообще сказали об общей... Вот очень часто звучат фразы, ну, любят бросаться. Вот неграмотное поколение растет. Вот эти интернеты, чаты, смс-ки, они все вот развратили, скажем так, подрастающее поколение. Ну, я тут придерживаюсь позиции Максима Крангауза, автора книги «Русский язык на грани нервного срыва». Это очень интересный современный филолог. Он спокоен за язык. Вот. Просто это время перемен. Ребята стали меньше читать. Ну, смотрите, они пишут и смс-сообщения. Да, кстати, мало кто знает. Вот спрашиваешь, как это слово расшифровать? Это же аббревиатура, и чувствую, что вот тупик возникает, хотя все же англоязычные, да, какие-то вещи допускают. А вообще я со своими выпускниками с удовольствием переписываюсь на страничке Facebook, мой мир. То есть вы зарегистрированы? Конечно. Хорошо, что мы вас найдем, подружимся с вами. Пожалуйста, я с удовольствием, конечно. Вот, и вообще, конечно... Еще один вопрос. Что вы посоветуете, пожелаете тем выпускникам, которые в этом году пойдут сдавать ЭГЭ? Я пожелаю им спокойствия, равновешенности, веры в свои силы, веры своему учителю, который, извините, оговорилась, находится рядом. В первую очередь, его совет. Он знает ребенка очень хорошо. Внимательно слушать свою маму, доверять ее вот чутьевой интуиции, потому что она плохого не пожелает. И когда придет выпускник на экзамен, вот если какой-то короткий алгоритм, боюсь, что я время ваше израсходую, но я все равно хотела бы напомнить, что нужно сразу открыть ким и сразу просмотреть хотя бы, или лучше прочитать текст. И обязательно писать сочинение. Дорогие ребята, у которых трудности, кто боится, что не преодолеет порог, если вы даже, извините, я так резко тоже скажу, в одном слове напишите, или вернее сделаете больше ошибок, чем там есть букв, знаете, слово «еще». Да, вот именно. Все равно снимут только конечное, короткое количество баллов. А главное – содержание. То есть проблема, мысль, аргументы. Творческая сторона. Да, да. И читать, конечно, формулу помнить, вот слабеньким. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов. 20-й век. Булгаков, Куприн, Солженицын, пожалуйста, Владимир Васильевич Высоцкий, пожалуйста, Цой, пожалуйста, Рэп, что хотите, лишь бы это была литература, которая записана, живой журнал, блогеры, да, Шермунов. И далее последствия. Спасибо большое. Спасибо большое. Елена Львовна Николаевская была у нас в студии.